привет друзья и так я продолжаю свой рассказ исторический рассказ о семидесятых годах прошлого столетия относительно музыкальных событий те кто не в теме этого выпуска смотрите плейлист на моем канале под названием музыка ссср вот на этой картинке мне хотелось бы не обойти такую тему как эстрада тех лет в странах социалистического лагеря ну давайте возьмем польшу и чехословакию самая близкая к нам польша была очень продвинута в области эстрадной музыки и там у них была группа которая называлась скальды они образовались гораздо раньше но на начало семидесятых годов приходится их настоящая популярность в нашей стране представьте они гастролировали в сша канаде великобритании а песни из их альбома который был издан у нас советском союзе в польше были почти все хитами и я даю ссылку на их очень популярную песню прелестная виланчилистка в описании под этим видео а те из вас кто помнит это время вспомнит как говорят свою молодость ну а что было в чехословакии чехословакии было очень много популярных исполнителей как и в польше но пожалуй самым популярным был все-таки карл год в начале 90-х годов когда чехия отделилась от словакии то его попросили возглавить страну и стать президентом такова была его популярность в народе начал карл год рано я еще в шестьдесят четвертом году помню его песню а там где ходит ветер спад ну то есть там куда уходит ветер спать а так она называлась классная была песня тогда еще я был студентом надо сказать что в шестьдесят седьмом году его пригласили в америку где он работал и по-настоящему начал изучать основы шоу-бизнеса и когда он вернулся уже в начале семидесятых в чехословакию он стал знаменитостью не только у себя но и также и во всей европе в том числе и в нашей стране куда он часто приезжал на гастроли он ну как бы сказать он создал ну свой стиль что ли ну мейнстрим где музыка и аранжировка большого состава оркестра отличалась от наших оркестров особым вкусом в качестве примера я предлагаю вам послушать этого замечательного певца и ссылку вы найдете в описании под этим видео ну и вот на этой ноте разрешите с вами попрощаться еще будет несколько тем относящихся к 1972 году настолько был насыщенным тогда мир эстрады в нашей стране и в целом за рубежом всегда предлагаю вам подписаться на мой канал так как я появляюсь в эфире регулярно по вторникам и пятницам восемнадцать ноль ноль и всегда стараюсь донести до вас свои свежие музыкальные новости в виде песен или авторской музыки в основном для саксофона либо я освещаю события в соответствии с разной тематикой которая отражена в моих видео блогах на канале напоминаю что это был плейлист музыка ссср вот картиночка и до скорой встречи друзья пока пока увидимся